Новый вид попрошайничества, фальшивая валюта и наркотики в центре города. Об этих событиях далее коротко. Патрульные задержали в центре города мужчину при покупке вещества, похожего на наркотическое. При поверхностной проверке у мужчины обнаружили коробок от спичек, в котором находился пакетик с белым кристаллическим веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В Запорожье появился новый вид попрошайничества. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Необычное объявление заметили на зеленом яру в Запорожье. Автор афиши просит помочь небезразличных людей выплатить его кредит. По мнению пользователей сети, таким образом коллекторы пытаются вернуть кредит, который взял неплатежеспособный житель Запорожья. Житель Запорожской области продал авто с закрашенной бумажки. 20-летний житель Токмака получил за свою ладу 600 фальшивых долларов. Попытка владельца авто догнать аферистов не увенчалась успехом, сообщает в нас полиция. Но злоумышленников все же задержали. Сотрудники полиции. Ими оказались двое местных жителей, один из которых имеет несколько судимостей. Ведется следствие. Мелитопольская студентка вошла в сотню самых красивых девушек по версии шоу «Супермодель по-украински». 17-летняя Святослава Богуш набрала в два раза больше голосов, чем ее конкурентки, сообщают местные интернет-издания. Теперь дело за менеджерами проекта, которые отберут 30 моделей как женского, так и мужского пола, которые примут участие в проекте.